Харе Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи, эти вопросы, пожалуй, задают чаще всего. Первый. Сколько можно и как часто держать батареи на подзаряде? И второй. Портятся ли кальцевые батареи, а других сейчас встретить можно очень редко, если держать ее под напряжением 14,7 вольт при токе 0,2-0,3 ампера. То есть напряжение 14,7, а ампер маленький, то есть на малых токах. Давайте разбираться. Сначала, какие бывают в основном типы зарядов и подзарядов. Первый. Это буферный заряд. Он обычно используется для длительного хранения аккумуляторной батареи в рабочем режиме, то есть готовыми к применению прямо сейчас, немедленно. Это обычно используются аккумуляторы на автономных системах питания, солнечных станциях и всякого рода аварийных системах. Так. Характеризуется этот режим зарядом малым током и главное напряжение не больше 13,6-13,8 вольт. Когда речь идет о зарядах, в данном случае, то больше внимания уделяется как раз таки напряжению, а не током, потому что именно высокое напряжение вызывает кипение электролита в батарее, что вызывает потерю воды в этой самой батарее. И если напряжение подобрано неправильно, то ресурс батареи очень сильно снижается. Так вот, при буферном режиме напряжение должно быть 13,6-13,8 вольт, что в свою очередь не вызывает потерю воды, вернее не вызывает большой потери воды. И в таком режиме аккумуляторные батареи могут простоять вплоть до 12 лет. Что, понятное дело, немало, так как напряжением 13,6-13,8 вольт у ВЕЧИ аккумуляторная батарея не получает. Второй тип подзаряда это генераторный. Напряжение, соответственно, 14,2-14,7 вольт, а ток до 25 ампер, то есть немаленький ток. Именно этот режим используется для подзаряда аккумуляторных батарей при работе на автомобиле. Этот режим позволяет обеспечить максимальную эффективность аккумуляторной батареи, но при этом за ресурс батареи думают мало, а вернее сказать, о нем вообще практически не думают. Этот режим не для сохранения ресурса, а для того, чтобы поддержать системы автомобиля в рабочем состоянии. И 14,2-14,7 вольт выбрано из расчета оптимальной потери воды в аккумуляторной батарее. То есть при этом напряжении потеря воды в аккумуляторе неизбежна. Если же поднять напряжение еще выше, то потеря воды станет значительной и даже, можно сказать, катастрофической. Ток в 25 ампер нужен для быстрой зарядки аккумуляторной батареи. При этом она заряжается до 90% в самый короткий срок, что обеспечивает большую ее эффективность, то есть лучше ее работу и лучше работу инжекторных систем. Но так как она все же недозаряжена, то в ней накапливаются сульфаты. То есть те сульфаты, которые уже необратимые и которые простой зарядкой снять уже нельзя. То есть она потихонечку сульфатируется. Третий режим. Это профилактический заряд. Обычно это напряжение 14,4 вольта и ток не больше 50% от остаточной емкости аккумуляторной батареи. То есть отличие этого режима от режима заряда на автомобиле только в токах. Напряжение практически тоже, а токи тут намного меньше. Что позволяет батарею зарядить более полноценно. В конце заряда на обоих этих режимах будем иметь зарядный ток меньше чем 0,5 ампера. Это если аккумуляторная батарея у вас исправна. Так вот, был вопрос. Портится ли аккумуляторная батарея, если долго держать при напряжении 14,4-14,7 вольт и маленьком токе. То есть 0,2-0,3 ампера. Это фактически и есть режим подзаряда исправной аккумуляторной батареи на автомобиле или на зарядном устройстве. То есть на профилактическом заряде. И ответ будет да, портится. Потому что даже при малом токе, при напряжении 14,2-14,7 вольт идет разложение воды на водород и на кислород. И это приводит к значительной потере воды. И при таком напряжении батарея потеряет воду, как нетрудно догадаться. Это конечно не случится за один день, но со временем это точно обязательно случится. И если вовремя не долить воду, то тогда придется выбросить весь аккумулятор. Напряжение 14,4 вольта это больше компромисс между эффективной работой аккумуляторной батареи, между эффективным ее зарядом и выкипанием воды. И вообще аккумулятор это один сплошной компромисс. И если напряжение поднять еще выше, то потеря воды, как я сказал, станет катастрофической. Тут приходим к четвертому режиму, то есть лечебному. Это малый ток до 3 ампер и напряжение около 16 вольт. То, что мы делаем собственно в конце заряда, самый последний этап заряда аккумуляторной батареи. При этом идет обильное кипение электролита, а значит идет быстрая потеря воды. Но зато получаем перемешивание электролита и главное 100% заряд аккумуляторной батареи в самый короткий срок. Напряжение в 16 вольт позволяет зарядить аккумуляторную батарею практически до 100%. Притом сделать это за пару часов. Но так как идет большая потеря воды, то злоупотреблять этим не надо. То есть держать аккумуляторную батарею под напряжением 16 вольт или близко к тому целыми сутками, это очень сильно противопоказано. Тут стоит вернуться немножко назад и сказать, что при напряжении 14,4 вольта зарядить аккумулятор до 100% довольно проблематично. Это можно сделать, например, как мы делаем с IGM аккумуляторными батареями, потому что им кипеть катастрофически нельзя. Потому что у них электролит впитан в стекломат. Но на это уйдет очень много времени. Не меньше 1-2 суток. Поэтому заряд пару часов при напряжении 16 вольт это компромисс. Это компромисс длительному заряду при 14,4 вольт, который может длиться сутки-двое. И еще при этом бонусом перемешивается электролит. То есть устраняется стратификация электролитом. Все следующие типы зарядов, которые существуют, это заряды лечебные. И их на самом деле очень и очень много. И каждый такой заряд, это опять же компромисс. Когда лечим что-то одно, то наносим вред чему-то другому. Тут уже надо выбирать, исходя из сложившейся ситуации. И от того результата, который вы хотите получить. Сюда входят десульфатации, переполюсовки, заряды при пониженной плотности, балансировки и все прочее. Теперь вторая часть вопроса. Как часто подзаряжать аккумуляторную батарею? Если она используется на автомобиле, то профилактический заряд до 100% лучше делать раз в 1-2 месяца. Чем короче у вас поездки, чем чаще желательно это делать. Потому что тем больше накапливается сульфата. Если поездки длинные, то сульфата накапливается меньше. Значит профилактический заряд можно делать и раз в 2 месяца. Если аккумуляторная батарея на хранении, то можно это делать раз в 3 месяца. Но тут уже надо смотреть по степени саморазряда. То есть насколько быстро падает напряжение на клеммах батареи. Если батарея стоит в буферном режиме, то она соответственно стоит в таком режиме постоянно. Ничего делать не надо. Поэтому сколько и как часто заряжать батарею, это зависит от условий эксплуатации. Но правило тут очень простое. Чем ниже напряжение, тем сложнее зарядить аккумуляторную батарею до 100%. И больше возникает сульфатация. То есть быстрее аккумуляторная батарея сульфатируется. Потому что она же постоянно недозаряжена. Чем выше напряжение, тем легче зарядить батарею до 100%. Но при этом больше потеряем воды. То есть тут компромисс. 100% заряд, но теряем воду. Либо храним воду, но не 100% заряд. Чем выше зарядный ток, тем быстрее зарядим батарею до 80-90%. Но труднее тогда зарядить до 100%. Чем ниже зарядный ток, тем дольше заряжать по времени. Но происходит более полный заряд. И при этом еще может произойти даже десульфатация. Если сульфат у вас не застарелый. Правда тут опять же надо внести ясность, что малым током можно додесульфатироваться до такой степени, что обмазка пластин посыпется. И аккумуляторная батарея придет в полную негодность. Тут нужно быть очень осторожным с этим малым током. Потому что он очень полезный. Но если переусердствовать, то очень вредный. Все остальное это вариации на тему соотношения зарядного напряжения к зарядному току. Играя с этими двумя параметрами, можно творить чудеса. И получать абсолютно разные результаты. Ну а сегодня было такое видео. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, все равно ставим лайк. Потому что я очень жаден. И пишем свои комментарии в поддержку канала.